Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Эфир канал РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Пожароопасность и весенние паводки. Потенциально опасные проблемы обсудили на краевом селекторном совещании. Юбилей – 40 лет работы отметили сотрудники Международного аэропорта Анапа. Правила дорожного движения для пешеходов и велосипедистов теперь знают учащиеся школы номер 11. Готовимся к весенним праздникам. Новую программу к 9 мая презентовали ветеранам. Подведены итоги второго этапа муниципального конкурса волонтерских движений. Устойчивая, сухая и жаркая погода – потенциальная угроза пожаров. В администрации состоялось краевое совещание в режиме видеоселектора. Обсудили степень готовности районов к весеннему паводку и пожароопасному сезону. На Кубани подготовка к пожароопасному периоду и паводкам началась еще зимой. Организованы учения и тренировки спасательных служб. С населением ведут профилактическую и разъяснительную работу. В случае необходимости к тушению лесных пожаров готовы привлечь около 24 тысяч человек и 2000 единиц техники, включая 9 пожарных поездов и 2 вертолета. Заместитель мэра Анапа Алексей Харитонов поручил чиновникам следить за ситуацией. Паводковая ситуация у нас под контролем, но лесоландшафтные, лесные пожары, ситуация, конечно, требует особого внимания, особенно ограниченности с лесным фондом. К возможным паводкам в крае готовятся не менее тщательно. Создана специальная группировка сил и средств МЧС и службы Кубань-Спас. Кроме этого, в 22 муниципалитетах модернизировали автоматизированную систему оповещения населения. Установлены 723 новые сирены, а на реках датчики, которые следят за уровнем воды. Информация с них поступает в муниципальные краевые дежурные службы. В Анапе, пригороде и сельских округах межведомственные проверки иностранных граждан приносят видимые результаты. Нарушителей стало меньше. Представители администрации, казаки, сотрудники службы судебных приставов и миграционной службы. На разводе рейдовых групп первый заместитель министра гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и региональной безопасности Краснодарского края Николай Малюк разъяснил правила проверки и формирования секторов. Администрация Краснодарского края номер 112 от 11 апреля этого года силами муниципальных властей города Анапы, администрации Краснодарского края, казательства и управления, главное управление ВД по казательскому краю проводится операция «Курорт-2410». Под условным наименованием назовем его так. Выководитель сектора получает пакет документов, получает в свое распоряжение личный состав, в котором даны адреса административных участков. Вы все принимали участие в Сочи, учить вас многому уже не надо, все знаете. В состав каждого сектора входят три проверяющие группы. График работы межведомственных комиссий ежедневно с 13 до 22 часов и отчет групп каждый вечер после проверки. В каждой группе два участковых уполномоченных, приданных, как правило, как сотрудники других подразделений, не анапыли, представители казательства и представители муниципальных властей, которые находятся у нас слева по флангу. При проверке сотрудники должны представиться и заполнить карточки-опросники по итогам беседы с гражданами. Пишутся они легко, с предъявлением паспорта, либо иного документа. Что касается иностранных граждан, там особый режим, там проверяется, участковые знают, и регистрация, и его нахождение. Есть у него патенты, у него продление патентов. Граждан России, жители Кубани и приезжих гостей просят отнестись с пониманием к таким проверкам и проверяющим. Это не ущемление прав, а профилактическая работа в целях безопасности населения. В Международном аэропорту Анапа состоялось торжественное открытие основной аварийно-спасательной станции. Новое здание построено по высшей категории пожарной защиты. Приручено событие к празднованию 40-летия аэропорта. 40 лет назад на взлетно-посадочной полосе аэропорта Анапа приземлился первый самолет Як-40 «Рейс Москва-Анапа». В 2012 году закончена реконструкция полосы аэродрома. В июне того же года начато строительство основной аварийно-спасательной станции. Быстрое и качественное строительство и реконструкцию объектов отметил Александр Фродковский. В аэропорту работает 5 лет. Из них 3 года начальником пожарного расчета. У нас улучшились условия труда с введением новых машин. У нас повысилась боевая готовность и улучшилась безопасность полетов аэропорта Анапа. Именно участки взлета и посадки самолета считаются наиболее опасными. Сигнал о внештатной ситуации поступает на пуль диспетчера. Спасательный расчет выезжает через 30 секунд. На автомобиле спасатели за 3 минуты проезжают 2,5 километра. Благодаря установке самого современного оборудования, в том числе распашных ворот, которые скорость открывания 2 секунды позволяет улучшить норматив на целых 30 секунд. Что очень важно в условиях, когда речь идет о человеческих жизнях. Ввод нового объекта позволит повысить количество выполняемых рейсов, увеличить пассажиропоток. Новое здание аварийно-спасательной станции – еще один этап модернизации аэропорта. На будущее мы обязательно это будем развивать. В целевой федеральной программе остался ремонт старого перона. Мы его тоже будем ремонтировать. Удлинение полосы. И кроме этого, самым главным – это строительство нового вокзального комплекса. Проектирование этого вокзала уже практически заканчивается. Дальше – государственная экспертиза. Начало строительства запланировано на конец этого года. За первый квартал 2014-го аэропорт Анапа уже увеличил пассажиропоток на 25%, более чем на 51 тысячу человек. Сегодня Международный аэропорт Анапа обслуживает более 32 авиакомпаний по 45 направлениям. Как вести себя на дороге пешеходам и велосипедистам теперь знают ученики школы номер 11. Правила дорожного движения от сотрудников Анапской роты ДПС ребята получили на специальном уроке. Этот урок инспектора по пропаганде дорожного движения Анапской роты ДПС Марины Потемкиной стал своеобразным экзаменом для шестиклассников школы номер 11 в Субсихе. Кто-нибудь собирается покупать мотоцикл, ботик, мобед, да, то же самое. Собираемся, да? А вы знаете, что для этого тоже у нас существует правило, для этого надо сдавать экзамены. Экзамены у нас теперь сдают экзамены, ребята. Мы готовимся к конкурсу «Безопасное колесо». В школе наш класс занял первое место, и поэтому нам предоставили такую честь поехать на городские соревнования. Служба ДПС откликнулась на нашу просьбу, приехали сюда. Таких встреч нужно побольше и почаще. Приезжайте, пожалуйста, в школу. Этот урок – своеобразный экзамен не только по подготовке к предстоящему конкурсу, но и в преддверии летних каникул, когда ребята именно этого возраста гоняют на велосипедах по родному поселку, и оказывается, не все знали правила дорожного движения для велосипедистов. Несмотря на то, что 11-я школа – одна из самых лучших в плане подготовки участников дорожного движения, и даже во дворе есть специальная площадка для обучения школьников, как вести себя на проезжей части и пешеходных переходах. Я узнал, что нельзя ездить по проезжей части. Сегодня узнал, что нельзя перевозить людей на велосипеде, а раньше все время перевозил брата. И вот теперь больше не буду перевозить, потому что это опасно. Для разных транспортных средств нужно разное возрастное ограничение. Например, чтобы сесть на передние сидения автотранспортного средства, нужно, чтобы тебе исполнилось не менее 12 лет. И теперь я могу садиться на передние сидения. А я сегодня узнала, что прежде чем надо садиться за руль велосипеда, надо одеть на локотники, на коленники и шлем. А я папе скажу, что детям с 12 лет можно сидеть впереди. После такого урока ребята наверняка правильно сдадут главный экзамен по безопасности и сохранению своей жизни. А рота ДПС помогла не только словом, но и делом. Всем ребятам подарили светоотражающие стикеры, которые можно прикрепить на велосипед или рюкзак. Майские праздники не за горами. И главный среди них День Победы, 9 мая. Готовятся к нему все, а людей творческих День Победы вдохновляет на создание новых произведений. На презентации музыкально-литературной программы побывала наша съемочная группа. Сценарист музыкальной-литературной композиции, преподаватель детской школы искусств номер 2, заслуженный деятель культуры России и Татарстана Наталья Федоровна Сизова. Никто из людей не должен забывать. И вот эту тему мне хотелось напомнить детям. Потому что мы не всегда бываем благодарны за то, что сейчас под нами, вот над нами, чистое небо. Не бомбят, не разрушают, потому что при этом я была. Мне это понятно, я это знаю. Я хотела просто детей приобщить вот к этому вселенскому горе, которое пережила наша страна. Идея Натальи Федоровны вдохновила не только ее учеников, но и родителей. Они стали репетировать, пошили костюмы и с удовольствием приняли участие в представлении. У священного места, у могилы бойца, нет солдат, не известны, повторяют сердца. Нет, ничто не забыто, никто не забыть. Откликнулась на приглашение преподавателя и бывшая ученица Натальи Федоровны, Алена Данилецкая, которая продолжает образование в Краснодарском музыкальном училище. Она блестяще исполняла партии и соло в композиции. Скорей спустя загидывал, на шляпе берегу, а возле ко мне, верь, верь, верь. По сценарию участники композиции показали посредством музыки, стихов и песен спокойную довоенную жизнь молодой страны Советов. Начало войны, ее тяжелые годы, потери и, конечно, победу. Спят вечным сном, оставшись молодыми. Так называется эта композиция, премьера которой удалась. И к другим темам. В школе номер 7 прошел второй этап муниципального конкурса среди учащихся средних школ. Волонтерские движения представили 8 команд. В первом документальном этапе конкурса на лучший волонтерский отряд участники предоставляли информацию о деятельности своего отряда. Во втором этапе учащиеся школ города и района приготовили творческие представления. Каждая команда попыталась как можно эффектнее отразить негативное влияние наркотиков, алкоголя, табака и призвать всех к здоровому образу жизни. Все наши ребята также помогают и дому малютки. Ежегодно мы направляем собранные материалы, средства, необходимые для ухода за малышами. Эта всегда акция проходит очень интересно, потому что вся школа, и родители, и учителя, и дети приносят памперсы, погремушки, присыпку. И мы собираем огромные красивые мешки, украшаем их сердцами, везем их в детское и соматическое отделение. Все отряды спели тематические песни, прочитали стихи. Ученики школы номер 3 провели зарядку. Ребята из 6-й школы показали сценку. Волонтерский отряд школы номер 7 в своем выступлении сами предстали в виде вредных привычек и наглядно показали, как они влияют на организм. Анапские школьники-волонтеры постоянно помогают нуждающимся, участвуют в различных акциях. Мы ходили к детям-инвалидам, помогали им, рассказывали о нашей школе. Мы дарили прохожим тюльбаны свое добро. Мы участвовали в программе по освобождению войск, выхода войск из Афганистана. Для меня волонтерство – это общение в первую очередь, познание мира. Это способность помочь тому, кому помощь нужна больше всего. Это способность участвовать во всем, всегда, везде, познакомиться с такими же людьми, как ты. Все команды проявили себя в творчестве. По итогам всех этапов конкурса первое место занял волонтерский отряд школы номер 7 «Лучики добра». Ребята поедут в ноябре в Краснодар представлять Анапу в краевом конкурсе «Дети Кубани за здоровый образ жизни», откуда в прошлом году вернулись победителями. И это все новости на сегодня. В завершении выпуска прогноз погоды. В пятницу 18 апреля в Анапе будет облачно. Возможно, небольшой дождь с грозой. Температура воздуха в дневные часы 15-20, ночью около 14 градусов по Цельсию. Ветер восточный 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление низкое, 742 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте 11 градусов выше нуля. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48300 и 48333. Телефоны 48333.